С самого утра в адрес Сергея Павловича приходят десятки поздравлений из самых разных уголков нашей страны. Но самые ценные, конечно, принадлежат анапчанам. Нам хочется поддерживать нашего главу во всех начинаниях. Он сам дает нам стимул к новым достижениям. Так пишут члены Координационного совета по деятельности органов ТОС Анапы. А еще мы очень благодарны Сергееву за то, сколько зеленых зон он обустроил в нашем городе. Сколько скверов и парков появилось за последние три года. Письмо активных анапских общественников опубликовано в сегодняшнем номере главной газеты Краснодарского края «Кубанские новости». Как и поздравление председателя Анапского совета ветеранов Анатолия Гапонова. В нем, в частности, говорится, для нас, ветеранов, самое главное – внимание. С первых дней на посту главы нашего города-курорта Сергей Павлович дал понять, что забота о старшем поколении для него не лозунг, не громкие слова. Это его самая настоящая жизненная позиция. «Пусть еще долгие годы ваша созидательная деятельность будет ярким примером жить и трудиться, успешно строить завтрашний день, созидать и верить в победу», написал в поздравительной телеграмме губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В телеграммах председателя ЗСК Владимира Бегетова, вице-губернатора Анны Меньковой, депутатов Государственной Думы, глав городов и районов края – не дежурные пожелания, а искренние знания человека и руководителя, которому в начале нового жизненного года желают новых сил и дерзаний. На каждое поздравление у главы нашего города есть многолетняя привычка отвечать письмом с благодарностью. Эта черта характера говорит о его умении ценить дружбу и людей, вне зависимости от статуса и должностей.